Русские, украинцы, белорусы, сербы, румыны, норвежцы, латыши и греки. Таков национальный состав православной общины норвежского города Кристиансунд. Там, в минувшие выходные дни, они собрались в здании храма святого Эстейна, который известен тем, что составил житие святого Олафа Норвежского. Кристиансунд – порт, расположенный на западном побережье страны в губернии Мёре-О-Громсдал. Город находится на берегу Норвежского моря и лежит на четырех островах, связанных между собой мостами. Сюда из Таранхейма прибыл священник Александр Валахань. У Норвегии – это страна кораблей, морей. Здесь, конечно, вот эта динамика, где все движется в разных направлениях, соединяет людей, регионы, как вот в шествии христианском по жизни это совершается. В Кристиансунд на соборную молитву в Родительскую субботу приехали прихожане и из других городов – из Элисунда, Молда, Вестнеса, Аура. Мы, местные православные христиане в Кристиансунде, прибыли в Норвегию из разных стран. Я сама и моя семья из Сербии, мы являемся членами сербской православной церкви. Очень радостно, что к нам приезжает отец Александр из Таранхейма. Благодаря его частым приездам мы имеем постоянство в литургической жизни других службах. Большое спасибо отцу Александру за то, что он приезжает сюда совершать службы. Мы сами – украинско-норвежская семья, и для нас очень важно, что здесь, в Норвегии, тоже есть возможность православных богослужений. А в неделю о страшном суде отец Александр Валахань служил в Таранхейме. О чем будет суд последний? И церковь нам, поставляя снова и снова, каждый год, незадолго до Великого Поста, вот эту неделю о страшном суде, говорит о том, что человек наделен свободой. Об этом очень много певцы либерализма говорят. Но человек наделен ответственностью за свой поступок, за всю свою жизнь. Об этом говорит церковь. Что человек, что посеет, то и пожнет. Также отец Александр напомнил, что в начале марта отмечался и день памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого. Муж святой Анны Новгородской, небесной покровительницы прихода, не только смог обезопасить Русь от печенекских набегов. Он ознаменовал свое многолетнее царствование сооружением многих храмов.